Чтобы человечество выжило на секретной планете, ученые при поддержке военных превращают заключенных в монстров. А меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Фильм разбит на главы, у каждой из которых свое название и время, в котором происходят события. Глава первая. Индиана. Историю начинает рассказывать девочка по имени Инди, которая отправилась на другой конец галактики, чтобы найти своего отца. Несчастный случай с Кейном Соммервиллем произошел во время миссии к планете Тринити, когда его незначительная ошибка привела к гибели весь отряд. Поначалу его попытались обвинить в небрежности из-за пристрастия к алкоголю, но доказательств этому не было. А вот достижения у военного летчика были. Его помиловали, что не помогло восстановить его внутренний мир и семью, которая распалась. И вот теперь он встречает свою дочь на чужой планете, где он работает на корпорацию. Мужчина рад и пытается развлечь девочку, организовав стрельбы в пустыне. Нажимай. После чего везет Инди в бункер. Девочка удивлена, ведь тут совершенно безопасно. Но отец поправляет, всегда нужно быть готовым к происшествиям. Бункер построен для того, чтобы в непредвиденных случаях там могли спрятаться лидеры, способные повести людей за собой. Сам же он отправляется на работу, пообещав вернуться через неделю. Девочка интересуется, платят ли заключенным в тюрьме за работу. Но отец заверяет, что они никогда не смогут рассчитаться с обществом за свои преступления. Тем временем в тюрьме что-то идет не по плану. Прорываются сообщения о нападениях, а по пустыне бегут какие-то непонятные существа, пока Кейн просыпается в своей каюте и слушает пропущенные сообщения от бывшей жены и дочери. Инди нужно разрешение, чтобы попасть на экскурсию с группой детей, но связь внезапно прерывается. Он дает заочное разрешение и требует данные о бунте в тюрьме. Этим же интересуется ответственная за секретный проект, проходящий в местной тюрьме генерал Линокс. И узнает, что чудовищные существа из вверенного ей объекта вырвались на свободу и скоро уничтожат все на своем пути. Она решает скрыть происходящее и решить проблему своими силами. Поэтому приказывает созвать совещание, где рассказывает сотрудникам небылицу, а якобы завладевшими бактериологическим оружием заключенных, которые угрожают болезнью населению города Осирис. А беспокойный Кейн пытается связаться с Инди, но это невозможно, якобы из-за технической поломки. Помощник командующего, давний друг Кейна, уводит мужчину для приватной беседы открывать ему правду. Никакого вируса нет. Правда в том, что из лаборатории вырвались опасные твари, которых создали в рамках проекта Рэггид, поэтому твари носят это имя. Выводились они для того, чтобы колонизировать новые планеты, убивая неугодных. В случае попытки Рэггидов улететь с планеты, колония будет уничтожена, чтобы скрыть сам факт подобных разработок. Несмотря на заверения командующей о наличии рычага давления на заключенных, это неправда. С ними ничего нельзя сделать, и они уже идут на город. Так что через 23 часа прогремит взрыв. Кейн – единственная надежда Инди на выживание. И пилот, несмотря на запреты, бежит с корабля, уворачиваясь от преследующих его пилотируемых аппаратов. И хотя Кейну удается подбить несколько преследователей, система управления его бортом запускает команду катапультирования, и Кейн переживает не самую мягкую посадку. К тому же, как только пилот приземляется, его оглушает незнакомец. Позже Кейн приходит в себя и пытается наладить контакт. Его противник вооружен, знает о ситуации в тюрьме, потому что работал там медбратом, и не верит ни единому слову Сомервилля, который пытается предупредить его о неминуемом уничтожении планеты. Незнакомец уходит, когда Кейн признается, что прилетел, чтобы спасти дочь. Он просит его помощи в обмен на доступ в бункер, где можно обрести спасение. В конце концов, они все же договариваются и вместе идут в сторону Осириса. Глава 2. Фиктивный брак. Действие переносится в тюрьму, где заключенным можно только трудиться или служить во благо обществу, что в целом одно и то же. И среди заключенных содержится тот незнакомец, который позже встретится на пути Кейна – Сай Ламброк. Идет обед, в процессе которого за столиком обсуждается план побега. У них есть наводка от заключенного по фамилии Кармал, который знает, как открыть двери. Но для этого нужно найти конкретную одиночную камеру. Беда в том, что все они одинаковые, а это значит, что им придется занять все, чтобы один из них сумел освободить остальных. В это время Кармал находится в кабинете, управляющего тюрьмой. Он напоминает заключенному о его нерадостном положении, на что тот дерзит. Но начальник твердо заверяет его, что он больше не окажется в одиночке. А потом избивает Кармала и, когда тут теряет сознание, приказывает увезти мужчину в нижней клетке. Тем временем, Сай продолжает подбивать своих сокамерников к побегу. В конце концов, им нечего терять. У каждого из них огромные сроки. Получив согласие, Сай устраивает драку, в то время как начальник тюрьмы отчитывается перед командующей Линокс, после чего они обсуждают секретный эксперимент, проводимый на территории тюрьмы. Тем временем, драка в столовой продолжается, и начальник идет лично решить вопрос. Его отряд врывается в столовую и приказывает Саю продолжать одиночный бой с его давним противником. И когда кажется, что Ламброка вот-вот убьют, его сокамерник убивает противника Сая ударом в шею. Вперед выступают охранники, начиная крушить все подряд. После этого зачинщиков отправляют в одиночке, которые, оказывается, постоянно вращаются, что не дает заключенным ни минуты покоя. Насладившись мучением заключенных, начальник начинает выбирать тех, кто сейчас пойдет с ним. Глава 3. Укротители львов. Кейн и Сай отправляются в дорогу, прячась от патрульных самолетов, и вскоре доходят до небольшой стоянки, где посещают местный бар. Мужчинам нужен транспорт, но, к сожалению, добыть его непросто. Подходящая техника есть у гостей заведения, любителей запрещенных веществ, джип и билла. Барменша настоятельно рекомендует не беспокоить их, однако времени ждет. Кейн идет на пролом и просит подвезти их до Осириса. И тут же у его горла оказывается нож. Нюхнувшая веществ парочка насмехается над попутавшим берега военным, когда к ним подходит Сай. Ему удается уговорить хозяев автобуса на сделку, однако джип выставляет условия. Кейн примет их продукт, после чего должен попасть ножом в мишень. Военный выполняет все в лучшем виде, закрепляя таким образом договор. Глава 4. Манифест судьбы. Один из заключенных приходит в себя в клетке. Обернувшись, он видит ужасного монстра, который протягивает лапы сквозь прутья и хватает его. Сай, сидящий в другой клетке, слышит его предсмертные крики, когда появляется начальник тюрьмы, который рассказывает ему о сути опытов. Оказывается, жертва может мутировать в агрессивное создание, и вскоре Саю предстоит на своей шкуре проверить, переживет ли он трансформацию или нет. Начальник подходит ближе к клетке, уговаривая Сай не противиться и принять свой шанс стать гораздо сильнее. Но в этот момент пол под заключенным расступается, и он проваливается вниз. Оказывается, его сообщники по побегу смогли открыть дверь и вытащить его из смертельной западни. Вот только вместе с заключенными на свободе оказываются и монстры. Твари нападают на всех без разбора, включая начальника тюрьмы. Троим сокамерникам удается выбраться наружу, но внезапно Сай отказывается идти в Осирис. Глава 5. Долгая дорога. Планета Земля 2 года назад. Сай узнает, что получит максимальный срок за свой проступок. Но видимо, ему в жизни больше нечего терять, и он принимает новость со спокойным безразличием. В настоящем же Сай, Кейн и парочка нюхачей приезжают за оружием. Торговцы ломаются, а потом и вовсе задирают цену. К счастью, у Кейна есть деньги, и сделка все-таки заключается. Торговцы на радостях закатывают вечеринку, не подозревая, что к их вагончику направляются Регида. А так как оружия у них осталось мало, и ударные ракеты они тоже продали, отбиться мужчины оказываются не в силах. Тем временем автобус движется в сторону города. Кейн посвящает Билла и Джип свои планы, обещая взять их с собой в убежище. Ведь совсем скоро все тут залетит на воздух. Люди разговаривают по душам, рассказывая о своей жизни в прошлом. Кейн признается, что мечтал улететь подальше от земли, ведь его брак развалился, а дочь почти не знает его. А Сай рассказывает, каково быть заключенным, работая на износ. Вскоре автобус въезжает в город, который оказывается разбитым и сожженным, ведь твари пришли раньше. Немногочисленные силовики пытаются очистить город от монстров, но это плохо получается. Команда разделяется. Сай и Кейн идут на поиски Инди. Билл и Джип остаются защищать автобус и прикрывать приятелей. Мужчины с боем прорываются в подъезд Кейна и на лестничном пролете встречают его соседей, которые говорят, куда ушли жильцы. Мужчина поднимается в квартиру Кейна и находит там обгоревший труп. Кейн стоит над дымящимся телом, когда вдруг слышит голос дочери, и Инди выскакивает из шкафа. Осталось вернуться в автобус, но на лестнице внизу их поджидают Ригиды. Приходится подниматься наверх. Тем временем Билл получает смертельное ранение и Джип со слезами прощается с любимым свободным братом, пока Сай, Кейн и Инди выбираются на крышу. Монстра уже близко и для спасения есть только один выход – прыгать вниз. Преодолев страх, троица прыгает и оказывается на крыше автобуса. Теперь все зависит от джип, который нужно решить – открывать люк или нет. Преодолев сомнения, она все же открывает его и люди оказываются внутри автобуса. Кейну удается растормошить потерявшую дух девушку. И она заводит автобус, пока Сай укрывает тело Билла тканью. Автобус едет по пустыне. Кейн просит прощения у дочери и обещает, что их жизнь изменится к лучшему, если они выживут, ведь он очень любит ее и маму. Кейн просит Джип быть внимательнее, до бункера осталось совсем немного. Он называет пароль для входа внутрь, когда автобус засекают с корабля. Генерал приказывает уничтожить автобус. Кейн подсказывает Джип-маневр, который может обмануть самолет. И когда кажется, что это удалось, машина-убийца оказывается перед автобусом. Ее орудия открывают огонь, прошивая автобус насквозь. Получившие ранения Сай видят погибших Кейна и Джип. Он забирает уцелевшую Инди и пешком идет в сторону бункера. На руднике рядом со входом в укрытие уже идет ожесточенная схватка с тварями. Мужчина вместе с девочкой добираются до двери, когда Сай попадается монстру, который успевает заразить человека. Пара оказывается перед дверью внутрь, когда начинается процесс трансформации. Тем не менее, он спускается вслед за Инди, когда снаружи гремит взрыв, уничтожающий все живое на планете. Он просит Инди найти что-то острое. Девочка понимает, что он хочет решить вопрос, а радикально и просит не оставлять ее. Глава шестая. Первородный грех. Сай – медбрат на смене в клинике. Он беседует с одним из пациентов на крыше, когда в клинику привозят пострадавших в аварии. Виновника, который находится в алкогольном угаре и двух жертв. Мужчина бросается выполнять свои обязанности и в женщине на операционном столе узнает свою жену. Позже ему сообщают, что его дочь не выжила. А после смерти жены он в состоянии аффекта убивает виновника аварии, за что и получает срок. Глава седьмая. Последствия. Первый год. Инди вспоминает наставление своего отца, когда двое космонавтов обнаруживают аварийный маяк. И на входе в шахту замечают ребенка в скафандре. Но подойти к нему не успевают, так как на них нападает Ригит. Инди выясняет, что корабль с генералом, отдавшим бесчеловечный приказ, направляется к Земле, а космонавты проверяют состояние планеты после взрыва, устроенного восставшими заключенными. Девочка, угрожая ее жизни, требует незаметно провести их на корабль, и женщина соглашается. Странная пара оказывается в салоне летательного аппарата, где Инди обнимает монстра, называя его Саем, и сообщает, что они летят домой. Ничего необычного в сюжете картины нет. Алчность, подлость и желание замести следы, ради чего кладутся жизни мелких по понятиям верхушки людей. А так бы хотелось, чтобы этому не было места в счастливом будущем человечества.